Они не остались на улице. Жильцы аварийного дома в микрорайоне Береке сегодня празднуют новоселье. Напомню, в субботу в доме номер 4 по улице Уральской обрушилась часть стены. Люди чудом остались живы и боялись, что окажутся без жилья и один на один со своими проблемами. Моя коллега Егерима Мукашева встретилась с пострадавшими. В минувшие выходные произошло ЧП по адресу Уральская 4. В двухэтажке обвалилась стена, к счастью, никто не пострадал. В 2015 году этот дом признали аварийным, но переселять жильцов не спешили. В результате крыши над головой лишились три семьи, это 13 человек. А Лето Сычева с мужем и тремя детьми в одночасье стали бездомными. В день, когда произошла беда, Аким города Марат Асмагомбетов пообещал пострадавшим временное пристанище. Три дня семья провела на съемной квартире, и вот хозяйка поднимается на пятый этаж. Эта двушка станет для семьи Сычевых новым домом. «Предоставили нам вот это жилье, ну временно, пока либо на нашем месте что-то не построят, либо наша очередь не дойдет. В очереди я состою как единственное жилье в аварийном состоянии, номер 89. Состояние квартиры хорошее. Год, два, сколько не пройдет, пока нам не предоставят замен нашего жилья дом, мы будем находиться здесь». Двухкомнатная квартира находится в микрорайоне Береке. Семья будет оплачивать коммунальные услуги и ежемесячную арендную плату – 3000 тенге. Позаботились в городе Кемате и о других пострадавших семьях. «Двум семьям предоставлены квартиры для временного расселения, для временного проживания. Одной семье Рыжковая, в связи с тем, что она собственником квартиры не является, в очередности на получение жилья не состоит. Есть некоторые проблемы с документами. До тех пор, пока она не приведет документы в соответствие, комиссионно было принято решение предоставить для временного расселения комнату в общежитии по адресу Ружейникова». А семье Малыкиных временно предоставили двухкомнатную квартиру по адресу Мира 187. Кстати, сейчас в областном центре своей очереди на расселение ждут 187 жителей 19 аварийных домов. Айгири Мукашева, Адиль Нуржанов, Новости МТРК.